Так, ну что, всем привалет, с вами Дофянский Винегрет, и сегодня у нас 1 декабря, да, ну или там какой-нибудь, не важно, главное-то, что важно, что сейчас будет мета на этот декабрь. Сразу обговорим то, что мета это будет ни в коем случае не официальная, да, никакой не Сава, там, не Мава, не мама твоя, никто не придумал её, никто не создал, а просто я лишь на свой взгляд сейчас заценил, потому что, ну а зачем нам надо это? Порой охота просто узнать реально годных и топовых персонажей, и не важно вообще, ну, в мете они на киберспортивном уровне или нет, нам-то что важно, главное, чтобы они реализовывались нормально, да, и всё будет хорошо. И вот именно поэтому-то, лайком и подпиской, нас бустит Лейла жестко, пристёгивайся и поехали. Медлить тут ни в коем случае не будем, сразу залетаем во вкладочку герои, заходим, тут видим, что у нас вкладка все, да. А мы же не все, поэтому начинаем с танков само осябой. Ну, а если я слышу слово танки, да, то мы сразу начинаем с, со своего, с моего, про, со всех, про отцов, и это минотаврский негодник такой. Вот, короче, ну, его долго обсуждать, я думаю, даже не стоит. Все мы понимаем, что он может подвывалить, да, в самый пик файта, или даже не пик файта, а вообще просто может такую вывалить тебе просто балдёху, что ты, ну, будешь балдеть от этого до конца катки. Там и контроли по одной цели, и по массовой, и отхил, который тебя отхилит, просто с флягой у тебя засвистит она аж, ну, ты просто так отхилишься, что всё, тебе не нужен никакой эстас, не будет. Ну и всё, в принципе, тут всё понятно, и следующее, о ком бы я хотел поговорить, это про Джонсона, да. Про Джонсона вообще практически никогда не говорил, да. Его и в Мите нигде не встретишь, там его тут не там, не тут нигде нету, а вот мне вот сейчас вот захотелось. Ну, потому что этот танк, ну, как минимум, чуть-чуть выше среднего даже, да. Если по стабальной шкале судить, можно 75% ему спокойно отдать за счёт его полезности, его нужности, его актуальности, его... И его самого, просто не будем всякую фигню сейчас говорить, мы же тут вообще-то серьёзно и сидим, если что. Но тут есть несколько критериев, по которым ты не можешь играть на Джонсоне, это, конечно же, его управление, да, тебе нужно научиться это, то есть, ну, понять его геймплейм, геймплейм, понятно. Следить обязательно за картой, и не просто следить, да, за картой, а понимать, когда тебе нужно влетать, то есть ты уже заранее за момента файтом уже просто катаешься, ездишь, ждёшь этого момента, этого пика. И вот когда ты нужен, ты тогда должен залетать, когда не нужен, не надо залетать пока что, чуть-чуть. Если ты не нужен и залетаешь, то ты сразу репорт огребаешь, вот, ну, серьёзно, да, вот, сколько Джонсона видал иногда порой, такие вообще тупые, блядь, ездят, кормят, и полезности от них ноль. А если ты познаешь вот эту вот тонкость, вот эту нужность Джонсона, и поймёшь то, как надо делать, то Джонсон тебе вообще зайдёт классно. Белерик, кстати, актуальщина, как будто бы сейчас вообще невозможная, особенно против стрелков-автоатакеров, это всё понятно, ясно, но вчера со мной встретился такой Белерик против меня, что он так натанковал, что он так играл, реализовывал, что ты думаешь, ебать, вот это вот реально палка, дерево в колесе, не то, что палка, а дерево целое в колесе. Ну а так, там всё так же присутствует ускорение для чётенькой инициации, наикрутейшего просто влёта, чтобы дать свою массовую ульту, которая сагрит всё вокруг себя на тебя. Ну и так, ускорение мелкие подконтрольчики тоже как бы лишним не будет. Ну, под остальное это что? Ну, Лолита, да, как бы это всё Дефолт, Хуфра Дефолт, Тигрил Дефолт, Хильда для агрессивного старта, и мы переходим к бойцам. Здесь максимально быстро просто пройдёмся, во-первых, по Дефолту, во-вторых, одного персонажа добавлю, на котором играю лично сам, я когда охота играть за бойца. Дефолт это, само собой, Теризла, Чонг, Дариус и внезапно Халид, потому что, ну, он просто недооценённый, а персонаж сам по себе просто убойный, улётный, я играл на нём сам, мне понравился, вам советую тоже. И лично своего добавил это сюда Лапу-Лапу, и он тоже, кстати, вообще просто пушка бомбовый, потому что там и контроль присутствует, и антиконтроль присутствует, дамага много, жира много, впитабельность, дамага, всё куда надо залетает, прилетает. Ещё, кстати, чуть-чуть не забыл про Бенедетту, да, ну там нужна скиллуха, ну а вот вообще Бенедетта это самый, наверное, топ после каких-нибудь Теризла и Чонга, вот она на третьем месте, по моему мнению. В лесу, как я думаю, как я знаю, три персонажа лишь только имбуют, это обязательно Джой, это обязательно Ланселот, не только дамажный, но и танковый, и Гассен, если для Соло, как бы, да, не на сильно прям жёстко, максимально высоких, как бы, ну, Гассен зайдёт идеально. Я сколько играю, делов вообще не знаю. Что касается меты, бойцов в лес это Фредрин, само собой, Гвиневра, но она в бане, и Нолан, но он тоже в бане. По Миду у нас дела обстоят так, это, само собой, Люнокс, Кагура, да, это всё сразу в сторонку откладываем, потом у нас идёт Валир, Валентина и Флои, Ксавьер и Навария. И вот не знаю, вообще, говорить ли вот про вот эту вот Адету или нет, вот в катках я её в последнее время вижу в каждой, вот, ну, если не в каждой, то через одну точно. И вроде бы и дамага много, и сносит тебе лицо, да, и не только тебе, а всей твоей команде, но, как будто бы чего-то всё же не хватает, и как будто бы, ну, очень легко её законтрить. Я не знаю, но бывает и такое, что она побеждает и тащит. Но в основном много дамага тебе в лицо высылает всей твоей команде, да, не только тебе, а в конечном итоге катка всё равно просирается. И я бы не сказал, что это из-за Адеты, потому что, как бы, в принципе, она тоже, как бы, такое, да, но я не знаю. Можно сказать, чисто если отделать нечего. И если у вас в команде контроля много, потому что если её будут зонить нормально твои же союзники роумера, да, то она нормально будет раздавать. А если её будут сразу сбивать в голову, то ничего не получится. По стрелкам чисто свой мой топ встречайте, ребята, это Бруно СССС плюс тир в Мегамете. Мегамета, новое слово, нормально, Клинт на втором месте после Бруно я ставлю, потому что, ну, нравится он мне. Он очень простой, во-первых, дамажный, имбовый, всё у него классно, угарно. Потом обязательно Беатрис, потому что правильная Беатрис, это, ну, золотой слиток в кармане. Ну и Ван-Ван 50 на 50, не знаю вообще, в последнее время что-то её, во-первых, не видно, во-вторых, очень редко видно, а если и видно, то сломает лица. Как бы, такое двоякое состояние, да, но можно предположить, что мейнером, как бы, нормально, а если не мейнером, то ненормально. А ещё вот, на ком вот реально классно стоять, но я не могу на нём начать играть, это Попаль и Купа. Вот это единственный персонаж, кого бы я ни взял, Клинт, Бруно, Бруги, неважно кто, вот если против меня стоит Попаль и Купа, мне просто неохота играть уже. Вот его капканы, его собака, вот такой мерзкий персонаж, да, по сути, но он против тебя играет, он поэтому мерзкий. То есть с ним трудно, вроде бы как бы, и поэтому я его советую, потому что если бы это были бы вы, то против вас было бы трудно стоять. Так что вот так вот как-то, да. По поддержке сейчас что-либо вообще трудно сказать, потому что вся имбовая играбельная поддержка сейчас находится в бане, это типа такая. Флорин, Матильда, да, ну Матильда, возможно, не в бане. Ангела обязательно в бане, потому что там, просто в бане. Просто в бане и всё. Если нужен антиконтроль, то Дигги это дефолт, все это знают, все понимают, но его тоже нужно правильно уметь реализовывать. Если нужно конкретно одну цель вытаскивать, то Каю могу посоветовать. Ну а про Лолиту, Минотавра и Джонсона я уже говорил. Эстаса Рафаэль никогда не советую, потому что это не для Соло. Ну и в принципе-то и всё. Обязательно пиши в комментариях своих имбовых персонажей, обязательно ставь лайкос и подписывайся на канал, потому что давайте сделаем до нового года 15к подписчиков и я сделаю какой-нибудь ништякчок по этому поводу. Ссылка на телеграм-канал в описании видоса, там вся информация по стримам, по раскинам, по бафам, нерфам, новые актуальные новости, все дела, а также есть чат и все дела. А ну а с вами был Дафидак и всем репортаж. Субтитры сделал DimaTorzok